приветствую вас друзья сегодня я вам расскажу про трех древнейших представителей животного царства гриппания спирали с один из древнейших организмов окаменелости которого датируются палеопротерозоем возможно организмы представляли собой гигантские бактерии или бактериальной колонии однако огромные размеры более 10 миллиметров в длину и постоянство формы говорит о том что окаменелости могли принадлежать и аукариотическим водорослям которые таким образом является древнейшими известными и у критическими организмами наиболее древние останки этого вида относятся к породам возрастом две целых одну десятую миллиарда лет из железистой формации негауни в шахте empire недалеко от города маркет штат мичиган где обнаружены сотни видимых невооруженным глазом спиралевидных углеродистых окаменелостей ранее похожие окаменелости возрастом в одну целую одну десятую или одну целую четыре десятых миллиарда лет были найдены в американском штате монтана в китае формации чуан линьгоу и туа шань цзы и в индии наиболее вероятно что гриппа не является фото синтезирующей водоросли оттавия антикуа ранее похожие на губку ископаемое найдены в намибии в национальном парке тоша утверждается что это самое древнее ископаемое животное найдено в породе возрастом от 700 60 до 550 миллионов лет назад рот был назван в честь оттавской группы в которые были найдены окаменелости самые древние окаменелости относятся к периоду тонио до криогенного оледенения но самые последние находки были найдены в породах группы нама относящиеся к идиокарскому или венскому периоду сами окаменелости неправильной округлой формы размер варьируется от 3 миллиметра до 5 миллиметров в длину окаменелости полы и внутри и имеют много маленьких похожих на сциллярные отверстия соединяющих внутреннюю часть с внешней материалом наружной стенки является преимущественно фосфат кальция родство этих окаменелости наряду с другими палеонтологическими доказательствами до кембрийский губок оспариваются вот вам пример одного из микрофассилий получивших название при мевифиллум амаэнум обнаруженных в образце порода извлеченный запись черт скального образования в западной австралии который является одним из древнейших а наиболее хорошо сохранившихся местонахождений в мире окаменелости были впервые описаны в 1993 году но исследование опубликованное в 2017 году учеными использовался сложный химический анализ который позволил подтвердить что микроскопические структуры найдены в породе действительно является биологическими образованиями с возрастом в три с половиной миллиарда лет что делает их самыми древними ископаемыми обнаруженными на сегодняшний день если вы являетесь любителем палеонтологии доисторических существ или вам просто понравилось данное видео то будьте добры поставить лайк подписаться на канал вступить в группу канала ссылка будет в описании и я продолжу делать видео по этой тематике